Приветик мои дорогие, сегодня я решила снять видео с необычным макияжем, с очень нежным, легким, летним, таким, девичьим макияжем под названием нежность. Вот такой у меня сегодня образ, я не знаю, мне кажется мне очень идет и вообще всем девушкам, которые не любят тонной косметики, мне кажется именно этот образ подойдет как нельзя кстати. Если вам интересно, если вы хотите посмотреть данное видео, то пожалуйста оставайтесь со мной. Я накрасила первый глаз, то есть только тени, также я нанесла тональную основу, у меня тональная основа на данный момент фаворит это Bourjois Healthy Mix 53 оттенок Beige Clear Light Beige, отличная тональная основа. Мне нравится как она выглядит у меня на лице и в общем-то это мой фаворит. Итак, тени мы будем использовать вот такие вот от Belle, так как макияж у нас называется нежность, эта палетка подойдет лучше всего. Итак, будем использовать также две кисточки, первая кисть это моя новая, вот такая вот, в таком она была чехольчике, Malva Shadow C Brush. Эта кисть предназначена для нанесения основного цвета, может быть растушевки. Итак, макияж получается довольно-таки быстрый, нежный, неброский, поэтому те, кто любят такие макияжи, где тонна косметики, это не для вас. Итак, для начала на все веко мы нанесем вот эту как бы базу, посерединке она находится, вот. Будем наносить, вот эта кисть вообще я от нее в восторге. Так, начнем. Наносим, хорошенько растушевываем, надеюсь вам будет видно. Так, нанесли. Затем мы берем кисть, так, минуту, кисть от Avon, давайте сделаем соотношение кисти. Это просто мама, это какая-то ее дочка, да. Кстати, ворс. Ладно, об этой кисти потом отдельное видео, потому что мне она понравилась. Итак, нанесли базу. Теперь берем самый светлый оттенок, это вот этот. И на все подвижное веко его наносим. Наносим на все подвижное веко. Немного заходя в складочку. Надеюсь, вам все хорошо будет видно. Так, сейчас еще чуть-чуть. Так, нанесли. Теперь мы берем вот этот цвет, светло-сиреневый. Он идет с блестками и также наносим на все подвижное веко. Вообще, так же. Опять же, заходя в складочку. Пакияж получается очень такой нежный, ненавязчивый. На свидание. И тем более под такую прическу, как сейчас у меня, это вообще будет супер. Теперь, что мы делаем? Мы берем вот этот темно-фиолетовый цвет. Вот он. Так, вот. Набираем чуть-чуть на кисточку. И начинаем наносить в уголок, во внешний угол глаза. Чуть-чуть заходя в складку. Так, теперь на этой стороне надо... Так же сделать. Хорошенько тушу. Вильню вот эту кисточку. Она настолько удобная, что я прям от нее вошу. Стираем такие четкие границы, потому что они у нас присутствуют. Так, сейчас. Теперь мы берем опять же вот этот цвет посерединке как базу и над бровью, то есть обновляем так слегка. Вот это кистью. Так. Кисть идеально подходит под веком ее лично. Так, и теперь мы берем вот эту малютку кисточку от Avon и набираем самый темный цвет. И делаем внизу такую легкую подводку, можно так сказать. Так. И на втором глазике. Вот так вот получается. Макияж очень светлый. Я не знаю, может быть, кому-то такой макияж не понравится. В принципе, с глазами мы закончили. Получается вот такой вот результат у нас. Очень светлый. Сейчас я буду красить ресницы и завивать их. Тушь Vivienne Sabo Cabaret. И вот такие вот чипчики. И да, я забыла сказать вначале. Палетка от Belle. Fashion Color. Оттенок номер, то есть номер палетки 402. Вот так вот. Отличная палетка. Ну, супер. Сейчас я иду красить реснички. А после того, как я накрашу ресницы, я вернусь и мы продолжим. Итак, я вернулась и накрасила реснички свои. Вот так вот это выглядит. Ресницы я красила в принципе не сильно, потому что у нас довольно-таки нежный такой воздушный макияж. И нам ни к чему такие театральные ресницы. Сильно накрашены. Так, далее что мы делаем. Сейчас мы будем использовать румяна, хайлайтер и пудру. Итак, давайте начнем с хайлайта. Хайлайтер у меня от Essence. В 01 оттенке называется он Mosaic Powder. Всем известный. Я про него уже рассказывала. Вообще суперский, фаворит мой. Я использую вот, как бы вам так показать, вот эти светлые участки с помощью вот такой кисточки блендера. Кстати, у меня появился блог. Ссылку я оставлю под видео. Если кому-то интересно, то пожалуйста заходите. Я там делюсь своими новыми приобретениями, мнениями. И блог только начал развиваться. Он недавно появился. И поэтому с каждым днем я буду носить туда что-то новенькое, что-то интересное. Специально для вас, мои дорогие. Итак, будем наносить хайлайтер на скулы. Вот такой вот кисточкой блендер. Опять же, если вам интересно узнать об этой кисточке, зайдите ко мне на блог. Итак, вот так вот. Таким вот образом. Сейчас, немного волос. У меня сегодня такая прическа необычная, тоже я считаю нежная. Чуть-чуть на нос, на крылья носа. И над губкой нанесли хайлайтер. Далее, вот этой кистью, универсальная она и для пудры, и для румян подходит. Будем наносить мои румяна от Vivienne Sabo 21 оттенок. Вот так. Чуть-чуть буквально. На щечки. Вот так вот сюда. Распределяем. Растушевываем. Прям буквально чуть-чуть, чтобы у нас не было каких-то... Какого-то яркого макияжа, потому что у нас с вами макияж называется нежность. Еще немного на щечки. Это очень, я считаю, мило и романтично. Вот так вот. Я не знаю, на камере вам передают все цвета. Мне кажется, что на камере будет казаться, что у меня вообще макияжа нет. Не знаю, я смотрю на себя в зеркало и прям, не знаю, мне идет такой макияж. Я думаю, девочкам, особенно блондинкам, подойдет такой макияж. Теперь будем наносить пудру. Пудру у меня Рилуи. Тон 105 светлый бежевый. Светлый бежевый. Кистью Кабуки от Арифлейм. Фаворит мой. Так. Да, наносим, значит, пудру. Набираем. Прям буквально закрепить макияж. Прям мне чуть-чуть надо. На Т-зону, на носу у меня в основном бывает в жаркий день. Проблема. Так, в принципе, проблем у меня с Т-зоной не бывает. Так, в принципе, вот мы нанесли. В принципе, кисть Кабуки, она настолько многофункциональна, что она может заменить кисть для румян, мне кажется, вообще кисть для лица. Допустим, если у вас есть возможность только купить одну, допустим, покупайте Кабуки, потому что она подойдет и для бронзера, и для пудры, и для румян. Это лично мое мнение. Я наносила этой кистью все вот эти продукты, и вы знаете, я осталась довольна. И так, у меня тут, как всегда, моя помощница Ева. Шевелит штору. Ева, уйди. Так, наносим мой новый блеск от Evelyn Cosmetics. Блеск для губ 3D Shine & Care. Трехмерная форма. В общем, оттенок 30-й. Вот такой вот блеск. Он розового цвета, с блестками, как нельзя, кстати, подойдет к нашему сегодняшнему образу. Красеный, значит, губки. Блеск потрясающий. Я вот не устаю удивляться, и у меня уже несколько блесков от Evelyn есть. Знаете, блески великолепные. Особенно этот меня поразил. Во-первых, ну, вот так вот. Во-первых, он меня поразил цветом, текстурой, вообще своим. Я пила чай, я кушала фрукты, и он у меня остался на губах. То есть, я его не съела. Оттенок 30-й, вот такой вот. Ну, отдельно тоже видео о нем будет. Вот так вот сегодня я буду выглядеть. Также я хотела бы сказать всем спасибо за то, что вы смотрите мое видео. комментируйте. Кто зашел на мою страничку просто посмотреть видео, то подписывайтесь обязательно. Я буду всем рада. Всем спасибо большое за внимание. Вот такой вот образ. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok